Я нахожусь на самой вершине мира, вот Скайрима. Выше, наверное... Ну да, прям видно, что выше нет точек. Выше, наверное, только вот на эту пику забраться, но... Я, наверное, не запрыгну туда. Ну вот тут вот, ещё выше, да? Может быть там где-то выше, но я думаю, туда просто невозможно забраться на самом деле. Наверное, вот это вот место вообще самое высокое, это вот глотка мира там. И вот тут вот, чуть-чуть повыше, по скалам тут забраться можно. Тут находится зазубренная кирка, вот. Наверное, самая лучшая в игре. У меня есть ещё древняя нордская, и вот это вот... Вот древняя нордская есть, и вот эта зазубренная. Повышает навык кузнечного отдела носителя. Нормально. Навык кузнечного отдела. Эбонитовая жила. Эбонитовая руда, это вроде нормально так... По ценности я имею в виду. И ещё... Всё. О, а тут дохрена, вот ещё эбонитовая. Малахитовая есть. Ну да, малахитовую теперь. Эбонитовая вроде как есть. Пропустить нельзя этот процесс, я так понимаю. Ну да ладно. Сейчас я ещё покажу, какие хорошие вещи есть. Наверное, заметили, что у меня ещё есть... Вот, бритва Мирунеса. При попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника. Ну пиздец, типа, это имба против врагов, которых ты никак не можешь убить. Но там процент, типа, очень низок, да. То есть урон не особо большой, 27. И шанс, я не знаю, там 1% или сколько. То есть, ну он реально маленький. Я реально справлялся с какими-то сильными врагами, да. Которых иначе не мог убить. Но именно в файте, не знаю, я хожу, но... На самом деле, такое себе. То есть, шанс... Просто у меня, ну, ничего прям намного лучше, чем это, нет. Потому я с этим хожу. А так, на самом деле, это имба, да. Но шанс убийства такой себе. То есть, если ты видишь, что ты вообще со врагом ничего сделать не можешь, то, да. Потому что это любого вообще убить можешь. Насколько я понимаю, вообще любого в игре. Вот, который есть враг, да. Насколько я понимаю, любого может убить. Ну вот, насчет сюжетных, не знаю. Амулет Голдера у меня уже есть. Там тоже квест выполняешь. Плюс 30 к силе, к здоровью, к мане. Маски у меня есть. Ну вот, я кроссис ношу. Так они разные. Броня у меня. Ну вот, сапоги, чтобы больше носить. Броня крутая, эльфийская. На 30% быстрее здоровье останавливается. На ручьи, чтобы на 25% больше одноручкой домашить. Потому что, вот, я с двумя одноручками хожу. Вот. Ну там ничего особо, типа я оружие даже не прокачивал еще. Так. Малахитовая жила. У меня место заканчивается в стэше. Ну ладно, окей, давай. Я выкину, ладно, если что-то. А, нет, нормально. И все вроде тут. Да, наверное, все тут больше ничего нет. Так, сохранится. Да, все, наверное. Вайтран отсюда виден. Черт, я уже спрыгнул. Ну ладно. Черная книга. Вот, я хотел квест черной книги выучить. Ой, то есть, сделать, конечно. Мне попалась черная книга под названием Филамент и Филигрань. После ее прочтения меня перенесло в Апокриф. Тебя там в мир какой-то в отдельный переносит. Хер и Миус Амор. Мне нужно раскрыть, конечно, все здесь тайные знания. Или вновь прочесть книгу, чтобы покинуть Апокриф. Ну, типа там ничего летального нет. Да, вот. Ты просто читаешь эту книгу. Сейчас. Кстати, она 2К стоит. Типа она реально дорогая. Ее даже продать, наверное, можно. Но я, пожалуй, не буду. Вот. Типа ты начинаешь ее читать. Вот. Че за херня? А ну-ка. Ну вот у меня до хрена, в принципе, всего открыто. Забрать белый флакон. Пещера, бронсовая вода. Я че там был, что ли? Ну ладно. Вайтран надо все равно. Покажу дом. Вайтран стоит в центре Скорьима. Да, наверное, самый лучший город вообще. Типа он самый первый. Открывается. Это у меня со всеми модами игра. Я имею ввиду со всеми дополнениями. А ну-ка. Вот это, типа, удочерил ее. Вот удочерить можно. Только там, кажется, детская нужна, да. Я детскую построил, чтобы удочерить. Ну и жена, типа. Ну вот это вот. Ну вот эту комнату я достроил, получается. Есть тут че-то? Кстати, тут до хрена. Для алхимии чего-то. А вот тут сундук. Ну он пустой. Жена еще есть. Я не знаю. Она тут. Жена, кстати, она голду приносит. Типа у нее есть лавка. И с нее можно голду брать. Вот. Ты же уже открыла. Ну как наша лавка дает прибыль. Отлично дала мне долю. Давно не собирал. И плюс ей самой можно всякий хлам подобрать. Я что-то такое дорогое, в принципе, подбираю. На продажу тебе почему бы и нет. Я зачарование некоторое изучил. Ты когда изучаешь зачарование, то у тебя пушка уничтожается с ним. Вот я изучил там некоторые вещи. Да-да. Сколько у меня? Ну 20к почти есть. А че я хотел-то? А че я хотел, кстати? Да, поторговать. Стал я алхимагом. Я вот это хотел рассказать. Угу. Стал я алхимагом. Сейчас, секунду. Я хотел пойти ремеслом позаниматься. Ну вот у меня Азидаловый перчаток. У меня Азидаловый сет почти весь есть. Но не весь. Драконьи кости тут немного. А, поспать я хотел. Когда спишь, то навык растет. Ну типа ты больше опыт получаешь. Типа у тебя быстрее навыки растут некоторое время. Ну вот, типа отцовская любовь и объятие любви. Вот эта херня. Сейчас. Я хотел пойти посмотреть. Может я доспехи что-то прокачать могу. Потому что я реально ничем таким особо не занимался. Но кузнечным делом. Зачарование. Да, да, да. Зачарование только одно наложил за все время. Да, да. Да что-то пристало ко мне. А в чем, в чем траблы? Че она кричит, лол? Че тут можно? Че-то очищенный малахит. Серебряный слиток. Эбонитовый. Еще один. Еще один. Вот, кстати, я могу показать. Я бегаю с двумя оружиями одноручными. То есть, качаю только ХП. Иногда хилюсь. Вот у меня восстановление прокачано. Иногда магии хились. Красноречие 42. У меня амулет есть, кстати, на красноречие. Взлом 60. Часто взламываю. Легкая броня. Вот одноручная, вот 76. Плюс у меня отмычка бесконечная есть. В гильдии магов, когда выполняешь квест, там есть такое бесконечная отмычка. Она, конечно, не так называется, но по факту бесконечная отмычка. Тоже очень полезно. Костяное. Могу что-то сделать. Нет, там костное. Да-да-да. Нет. Я знаю, типа, можно как надрачивать вот это вот... Так сказать, кузнечное. Делать просто дешевое оружие, делать легкое. Да-да-да. Видите, нельзя улучшать, да. Как убрать так? Видите, у меня все с зачарованиями. У меня... Да я понял. У меня, типа, ничего простого нет. Ой, я могу древний норрский меч заточить. Ну... Ну так, типа, чуть-чуть лучше, ну. Типа... Ну да. Типа, я знаю, там вроде можно просто дешевое оружие создавать. Вот видите, сколько я все могу создать? Просто дешевое оружие делать. Типа, за счет этого просто качать навык в кузнечный. Тут ничего хорошего, на самом деле. Особо ничего хорошего нет. Да, оружие. Где тут оружие? Кузница. Ага. Короче, как-то так. Да, надо, кстати, и тут тоже продать весь мусор, что есть. Деньги у торговцев не бесконечны. По-моему, можно торговцам платить, чтобы, ну, типа, вкладываться, чтобы у торговцев больше денег было. Ага. Кирки я, наверное, остав... Постой. Ну, кирки, окей, оставлю. Ну, а тут это мне точно не нужно. Сразу можно продать. В принципе, у меня до хрена всего вот этих... Руды всякой. Наручи карманника. Правда, я карманными... Кражами, так сказать, не занимаюсь. Ну, ладно. Все, что ли? Больше нечего. Ну, руду я продавать не буду, само собой. Наручи карманника пусть останутся. Правда, я этим не занимаюсь, но... Я ни разу ничего не покупал у торговцев, реально. Потому что-то, ну, реально, вроде ничего такого полезного. Только и для зачарования, вот, если купить, чтобы зачарование и снять. Так, ну, типа, все полезное можно найти, просто выбить с врагов. Единственное, стрела. Вот, то есть, если бы я лучником играл, я бы стрелы покупал. А так... Сопротивление холоду на 40% увеличивает. Вот, неплохие сапожки. Щит на 30% резиста к огню. Ну, да. Тоже дохрена я взламывал. По-моему, я как-то взламывал вот эту вот лавку тоже. Ну, не зря же у меня навык взлома так круто прокачан. Сколько? Взлом 60. Потому что реально я дохрена взламывал. Ну, это я тоже чириков убил. Я уже был на Схолстейме. Там, кажется, враги слишком сильные для меня. Пока что. Да, у меня вот какой-то... 24 уровень только за бретонца, кстати. Бретоница. Просто я раньше играл в Скайрим. Там за нордов я играл. Вот так можно попаркурить. Вот тут, кстати, тоже торговец. Вот тут торговец хороший. Тоже некоторое время, когда по городам бегаешь, потом запоминаешь уже, где торговцы. Вот это торговцы крутые, которые они все покупают. То есть им что угодно продать можешь. Вот видите, тоже. Тому я не мог это продать, а я тому могу. Я кое-что оставляю. Но тут это ожерелье точно продать надо, но у него денег уже нет. Ага. Деппы. Вот вроде тут таких торговцев нормальных больше нет. Котелок Аркадий. Горцующая кобыла. Какой бы квест следующий выполнить? Черная книга, вот. Так, надо сохраниться. В черную книгу войти. Поведен со стейм проплывает на ваших глаз и исчезает. А это типа на су-стейме делать надо. Ладно. Потом тогда. Это, видимо, только на су-стейме можно делать.